Всем привет! Сегодня в программе новости науки Саралины Киряевой прибор для чтения мыслей вслух. Увеличение продолжительности жизни и борьба с тяжелым нарушением речи у детей. Подробности далее. Итак, в мире. Лаборатория Роберта Найта в университете Беркли работает над созданием устройства, которое распознает мысли о конкретном слове и затем озвучивает то, о чем вы подумали. Чтобы понять, какие показания приборов считать ключом к конкретному слову, ученый много раз повторял подопытным одно и то же. То, что оказывалось общим для всех сигналов, полученных для одного слова, и было кодом этого слова. Разработка предназначена для парализованных людей, которые лишены возможности выражать свои мысли, но при этом сохранили сознание и мышление. А в России ученые из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии отделения РАМ доказали, что если принимать препараты на основе пептидов, можно увеличить продолжительность жизни на 30-40%. Дело в том, что ускорение процессов старения напрямую зависит от нарушения синтеза белков. Из-за этого нарушаются обменные процессы, снижается устойчивость к вирусным заболеваниям, изнашиваются эндокринные, иммунные и нервные системы. Прием пептидов активизирует работу всех клеток и включает в организме режим самовосстановления. Пептидные регуляторы помогают сохранению нормальной работы органов и систем и позволяют наслаждаться полноценной жизнью в зрелом возрасте. И напоследок в Татарстане. В Казанском федеральном университете подведены итоги конкурса на лучшую научную работу студентов. Победительницей конкурса в социогуманитарном направлении стала студентка 4-го курса кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики Института психологии и образования Надежды Сайфулина. Разработанная Надеждой система отражена в учебно-методическом пособии использования музыки в коррекционной работе учителя-логопеда в условиях лекотеки. Это полное методическое сопровождение для логопедов, в котором приводятся конспекты занятий и полное методическое сопровождение к ним. И теперь любой логопед может приобрести разработанный в КПУ продукт, обучиться и работать с его помощью с особыми детьми. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok